всем доброго времени суток вещают могилёвские хроники настоящий выпуск рассказывает об уникальном архитектурном строении второй половины 19 века а именно его появление изменило облик центральной части города могилёва заложила высокая культурная традиции сделала город центром притяжения в рассматриваемом регионе здесь в одном из лучших акустических залов европы свое время выступала актриса вера комиссаржевская оперный певец федор шаляпин пианист и композитор сергей рахманинов а среди почетных зрителей в театре бывал последний император российской империи речь идет о драматическом театре самым старым в республике беларусь возникшего раньше купаловского театра минске театральная жизнь могилёва это примечательное во всех смыслах явления а история его театра вот уже более века не оставляет никого равнодушным заставляя по-новому переосмысливать все уже происходящее задумываться над настоящим с тем чтобы превосходить будущее тысячу раз был прав николай васильевич гоголь написав что театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь если примешь соображение то что в нем может поместиться вдруг толпа и что эта толпа ни в чем не сходная между собой может вдруг потрясись одним потрясением зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом долгое время основным театральным помещением могилёве было деревянное здание возведенное над днепром еще в 18 веке по проектора архитектора бригонзи честь посещения города екатерины второй шел год за годом одна заезжала труппа сменяла другую и недолговечный деревянный театр пришел совершенно непригодное состояние с начала 1840-х годов театр располагался на втором этаже старинного каменного здания на улице ветреной близи губернских присутствующих мест на переделку ремонт этого здания долго остававшегося запустений и на оборудование театрального помещения было ассигнована из городских доходов около 22 тысяч рублей феврале 1852 года это здание принадлежало городской думе она сгорела и спектакли играть стали как и прежде более менее приспособлена для этих целей частных домах связи с этим 1861 году обозреватель театральной жизни могилёва писал у нас нет ни здания удобного для помещения театра не прочих театральных принадлежностей декорацию бутафорию костюмы реквизит театральные коллективы были вынуждены брать с собой или в спешном порядке изготавливать и приобретать на месте уже в это время задумывались о строительстве постоянного театра в городе одним из проводников такой культурной работы мог быть здесь постоянный городской театр отсутствие которого чувствовалось могилёве и восполнить этот пробел взялся тогдашний губернатор могилёва димбовецкий несколько знатных дворян пожертвовали денежные средства для строительства театра однако суммы оказалось недостаточно связи с этим собранные деньги положили в банк под проценты реализацию заморозили на целых 10 лет в марте 1886 года губернатор обратился горожанам и государственным органам сохранился документ в котором упоминается отсутствие в могилёве театра существенной принадлежности всякого губернского города ощущается всеми горожанами спектакли которые даются здесь приезжими трупами актеров обыкновенно устраиваются кое-как в частных домах вовсе не приспособленных и поэтому сколько победные все обстановки столько же и по неудобству помещения не отвечает своему значению а недостаток места не дает возможности посещать театральное зрелище беднейшему населению которое таким образом лишено одного из полезнейших развлечений могущих служить воспитательным средством вследствие этого построить хотя скромное но приличное здание постоянного театра представляется настоятельной необходимостью по предварительному исчислению на это потребуется более 20000 рублей счет этой суммы уже имеется до 5000 рублей 6000 пожертвовано местными купцами а 4000 ожидается из городских средств для выполнения недостающей суммы я обратился к содействию граждан помещиков могилевской губернии но будучи уверен что и лица служащие всегда охотно относившиеся к полезным предприятиям отнесутся и к настоящему делу с полным сочувствием не стесняясь размером этой самой помощи всякая добровольная лепта будет принято с признательностью и глубокой благодарностью по результатам сбора денег согласно существующим документам видна особая заинтересованность могилевчан в строительстве стационарного театра интеллигенция города начала кампанию по сбору денег среди населения бедняки служащие студенты несли свои копейки и рубли комиссии которая собирала средства нельзя сказать что богатейшие помещики губернии остались стороне они также внесли свою часть но размер их взносов характеризовал их любовь к театру так пани фон врангель хозяйка целого местечка будничи внесла 5 рублей такую же мизерную сумму внес владелец местечка дрибин врангель фон гиббенталь князья любомирские и оболенские разорились на 10 рублей каждый как бы там ни было за весь 1887 год было собрано чуть более 26 тысяч рублей это была значительная сумма тем более что автор проекта энтузиаст художественной самодеятельности архитектор и музыкант камбуров почти бесплатно отдал делу строительство театра много времени и сил 28 мая 1886 года состоялось первое заседание строительного комитета место для театра выбирали тщательно остановились на площади у муравьевского сквера стороне дворянской улице учитывая при этом что театр построены на этом срединном для всего городе месте представит наиболее удобство для посещения его жителями всех частей города а также то что намеченное пристройки здания весьма художественном стиле украсит город центральной его части строительство здания театра было сопряжено с определенными трудностями геолога исторического плана которые выявились только в ходе начала работ в прошлом через весь нынешний муравьевский сквер тянулся глубокий ров который шел в направлении нынешнего дома каптелева где гостиница франция доходила до костерни через этот ров был перекинут мост и об него в 1886 году гулку ударились лопаты землекопов копавших каналы для фундаментов стен театра концу 1886 года здание театра было практически достроено но стоимость его возросла до 26 тысяч рублей и опять строительный комитет в поисках средств на окончание начатого дела обратился к общественному управлению города небольшие суммы были найдены и в течение зимы 1886 87 их годов была произведена отделка театрального здания настала весна 87 года минул ровно год со дня начала работ по осуществлению давней мечты города могилёва постоянном городском театре и благой почин имел уже свое рельефное воплощение в жизни удачная мысль имела уже в своем эквиваленте красивое здание выросшая за год по времени на месте безобразного мерзкого пустыря с помощью города пришедшего на помощь строительному комитету приблизительно половины все стоимости сооружения осени 1888 года театр отделка театральных залов и орнаментировка ложь которая была выполнена по образцу варшавского малого театра была совершенно готова общая стоимость могилёвского городского театра составила 55 тысяч рублей включая издержки на строительство трех магазинов доход с которых поступал на погашение займа 14 мая 1888 года вполне законченное здание театра после освещения было торжественно передано в дар городу в заключении своей речи губернатор сказал передавая это здание в собственность города могилёва завещая беречь его как всякий добрый хозяин бережет свою столь красивую ценную собственность а 15 мая в день празднования священного коронования их императорских величеств состоялся в городском театре первый любительский спектакль с этого момента еще более активизировалась театральная жизнь города весьма значительный творческий успех сопровождал гастроли в беларуси товариществу артистов с участием сына выдающегося балетмейстера петипа в мае 1894 года могилёвским зрителям были представлены ревизор гоголя гувернер диченко дон жуан и тортюв мольера рецензент могилёвских губернских ведомости с одобрением отзывался о спектакле цепи поставленном в октябре 1894 года могилёве гастрольное выступление в белоруссии крупнейших актеров современности творческих групп и ансамблей александринского а московского малого и других столичных театров содействовали повышению общего уровня художественной культуры очень популярны в городе был могилёвский литературно-музыкально-драматический кружок создан в октябре 1905 года у него был свой симфонический орхестр участники кружка стремились популяризировать произведения замечательных композиторов перед концертами читались лекции творческая деятельность актеров-любителей эстетически ориентировалась на профессионально сценическое искусство прогрессивное содержание этой деятельности находило свой живой отклик понимание и заинтересованность среди горожан организаторами художественно-творческих кружков и объединений были как правило энтузиасты любители прогрессивно настроенные местные интеллигенты служащие государственных и частных контор учителя врачи юристы сотрудники местных газет представители разных областей деятельности знаний они преодолевали большие трудности в театрально-творческой и культурно-просветительской деятельности даже из упомянутых художественных событий происходивших в конце 19 начале 20 века легко проследить связь между наличием в городе театрального здания как центром культурной жизни и его влияние на умы и творческую активность населения стихийно возникшая театральная активность со стороны гастролирующих профессиональных коллективов подкрепленная сравнительно небольшой арендной платы за театральное помещение и удобство географического расположения могилева смогла разбудить творческий потенциал горожан подготовить целое поколение к последующему восприятию изящного искусства и использованию его воспитательных целях к 25-летию в 1913 году театре было поставлено уже свыше 4000 спектаклей с началом первой мировой войны культурная жизнь не замирает поскольку могилёв находился далеко в тылу положение дел на западном фронте меняется к августу 1915 года и в город переезжает верховная ставка николая второго длительное пребывание царя и многочисленные свиты в городе напрямую влияло на культурную жизнь города сохранилась хинокроника на которой николай второй приезжает драматический театр где специально для него устраивали просмотры в военной кинохроники сооруженная ложа театра со всеми необходимыми удобствами как не кстати подходила для высоких чинов и гостей города на днепре тем не менее в скором времени империя после затяжной войны и свершившейся красной революции прекращает существовать новая власть старается использовать культуру как инструмент для транслирования идей коммунизма 15 июня 1919 года могилев прибывает председатель всероссийского центрального исполнительного комитета михаил павлович калинин в этот день был организован агитационный митинг сам агитатор выступал с балкона могилевского театра начиная с 1928 года главной базой русских театров беларуси стал могилев здесь владимир владимирович умельский создал передвижную труппу талантливый актер режиссер и ученик московского мхата сделал очень многое для белорусского театрального искусства и могилевского театра труппа кумельского стала одной из популярнейший театральных коллективов республики беларусь он сумел организовать первый беларуси русский театр который впоследствии был переведен город минск конце ноября 1945 года могилев переведена труппа гомельского областного русского драматического театра однако в марте 1949 этот коллектив расформировали и большинство работников театра перешло в брестский областной драматический театр с этого времени и до 1953 года здание театр могилеве осталось без постоянного хозяина изредка принимала гастролеров перерывах наводила косметический ремонт и с нетерпением ожидала очередного собственника новые хозяева появились лишь в 1954 году когда могилев перебрался пинский областной драматический театр театр стал называться могилевским областным драматическим новый постоянный театр могилеве открылся 29 октября 1954 года тематическое и жанровое разнообразие репертуара актуальность пьес высокая постановочная исполнительная культура а также следование психологическим традициям актерского мастерства вывели могилевский театр в конце шестидесятых годов в ряд сильнейших театров республики после этого было некоторое время упадка связанные с уходом главного режиссера шутова его сменило несколько режиссеров по-разному видевших будущее театра поэтому вплоть до начала 80-х годов театре происходил разброты шатания впрочем достойной постановки все же имелись театр активно содействовал развитию белорусской драматургии за период с 1962 по 70-е годы на сцене могилевского областного драматического театра было поставлено 10 белорусских пьес значительно оживили театр в 70-е 80-е годы они встряхнули по-настоящему вдохнули новую струю творческой жизни могилевского областного драматического театра оригинальное прочтение на сцене нашли произведения янка купала и василя быкова 80-е годы стали временем творческих удач для многих актеров старшего поколения продолжали удивлять своим талантом и творческой энергии то же время к столетию образования театра министерство культуры бсср ввиду изношенности здания предложила проект сноса театра и строительство на его месте нового такое положение дел встреложила общественность на защиту театра стали видны актеры и горожане счастью от идеи отказались 18 февраля 1992 года здание театра окончательно закрывается из-за аварийности а долгих 10 лет театр закрыл свои двери для посетителя проект реконструкции тщательно согласовывался реставраторами были учтены детали архитектора камбурова строившего театр и мечтавшего о подземных сооружениях и пристроек ах им удалось сохранить непревзойденную акустику и добавить много нового зал остался прежним но появились колосниковый настил кабина для звукооператора и светоаппаратуры гардероб и санузел перенесли в подвал столярный слесарные бутафорские цехи а также мастерскую как и планировали пристройки восстановили кованые решетки на портале театра и лестница а вот нужного качества красного кирпича чтобы воссоздать фасад белоруссии к сожалению не нашли пришлось ввести его из лад 2001 году театр после долгих десяти лет реконструкции открылся 2003 году перед началом нового театрального сезона состоялось открытие скульптурной композиции бронзовой дамочки с собачкой скульптора владимира жбанова которая располагается на лестнице у главного входа 2008 году здание театра внесено в список историко-культурных ценностей республики беларусь театр представляет собой концепцию классических так и современных театральных произведений разных жанров и эстетических направлений спектакль театра убеждает нас наличие репертуара разных по своему художественному качеству и сложности спектаклей готовности театра к любому театральному эксперименту что говорит о большом творческом потенциале труппы могилевского областного драматического театра на этом мой рассказ подходит к своему логическому завершению если вам понравилось видео обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий это последнее видео в этом году поэтому хочется пожелать вам счастливого нового года и до встречи уже в новом 2024